еще недавно я ехал по мажайскому шоссе голубоглазая девочка посла гусей и пела взрослую песню о чужой любви теперь там говорят орудия они говорят о ярости мирного народа который защищает москву еще недавно я писал своей комнате над моим письменным столом висел пейзаж на котором были изображены париж и сено в окна виднелась золотая розовая москва больше этой комнаты нет ее снесла немецкая фугаска поэтому я пишу эти строки в попыхах и моя пишущая машинка стоит на ящике знакомые дома не те пустыня затемненных улиц не говори о темноте мы не уснули мы проснулись осенью 1941 года куйбышев стал военной столицей ссср но в реальности за этими красивыми и громкими словами стояли многие неудобства и лишения для тех кто еще вчера засыпая в провинциальном городе даже не чаял проснуться в столице так в соответствии с постановлениями горосполкома все куйбышевцы у которых имелись излишки жилой площади подлежали уплотнению это означало например следующее те у кого были три комнаты детская спальная и гостиная переселялись в детскую спальную и в гостиную селились совершенно незнакомые им люди эвакуировавшиеся из москвы из других городов часто переселенцы не имели даже своих ложек и чашек которыми нужно было поделиться с ними не приспособленные к такому количеству жителей крохотные дворы сейчас же превратились в болото из нечистот которые с наступлением холодов смерзались и имели совсем не столичный вид а лестницы на второй этаж в котором жители спускались вниз с ведрами в которых носили помои стали больше похоже на ледяные горки так что кому-то приходилось время от времени прорубать в них ступени наступившие холода сейчас же поставили и коренных жителей и эвакуированных еще перед одной проблемой отсутствием дров тех дров что были заготовлены загодя на такое количество жителей не хватало а где взять другие этот вопрос оставался без ответа купить их было не негде и не на что а мерзнуть мучительно спасала волга на ее берегах можно было набрать какое-то количество щепок и коры отваливавшийся от бревен которые сгружали с барж и катили на платформы поэтому на берегах то здесь то там можно было увидеть людей с мешками собиравшими эти самые щепки которые может быть не дадут им замерзнуть такой встретила запасная столица москвичей такой увидел ее илья эренбург который приехал в куйбышев из москвы из той самой комнаты где над его рабочим столом висел пейзаж с парижем и сеной а в окна обеднелась золотая и розовая москва но больше этой комнаты не было на свете ее снесла немецкая фугаска такой была осень 1941 года первая военная осень для всех и для тех чьи дома уже жег враг и для тех кто жил далеко от линий фронта в тылу но война проникала всюду сообщениями соф информбюро письмами похоронками таким был первый военный октябрь за которым пришел и первый ноябрь 17 ноября 1941 года живший в куйбышеве илья эренбург записал немцы передают что взяли керчь и начали наступление на москву и ростов утром был в колхозе видел бессарабскую девушку свинарку в бельчьи шутки потом проехали аэродром без охраны районный центр кинель на вокзале толстяк обгладывал курицу показал удостоверение эвакуируется в уфу а почему здесь сидите простыл потом тихо добавил они и в уфу придут только что в куйбышев приехали гроссман и шкапская приехали на санях гроссман говорит все в голове перепуталось нам как раз отвели квартиру в ней разместились гроссман и габрилович начались бесконечные ночные разговоры днем мы сидели и писали василий семенович прожил в куйбышеве две недели потом пришел приказ от редактора красной звезды и он улетел на южный фронт он много рассказывал и о растерянности о сопротивлении отдельные части дрались стойко а хлеб не убран рассказывал о ясной поляне он начал повесть народ бессмертен города по волжье увидели людей лишившихся своего крова людей добравшихся до волги из захваченных врагом областей стало тесно в городах по волжье скажем еще раз в тесноте да не в обиде в этой войне нет тыла война повсюду наши летчики бомбят берлин а берлин в тылу в италии все население получает в день по 200 граммов хлеба а италия далеко от фронта каждый должен теперь терпеть лишения пришлось поделиться комнатой это не беда пусть подумают ворчливые люди о гарнизоне ханко который окруженный со всех сторон пятый месяц отбивает атаки врага плохо ли хорошо ли но мы живем у себя дома а немцы несут гибель всем в париже до немцев было вдоволь продовольствия в париже не знали что такое очередь а когда пришли немцы родились очереди а еще какие в километр длиной за пятью картофельными сколько стоит молоко на базаре они говорят слишком дорого другие слишком дешево а на украине захвачены немцами таких разговоров не услышишь там немцы попросту забирают все молоко если города по волжья хотят отстоять себя они должны работать день и ночь приехали заводы из киева из харькова из ленинграда из москвы рабочий наспех устанавливают станки делают моторы самолеты оружие женщины учитесь работать идите на заводы защитники москвы защищают не только москву они защищают горький казань куйбышев саратов помогите устроиться пришлым рабочим помогите колхозникам собрать картошку наладьте распределение в городах много свободных магазинов очереди не от недостатка очереди от беспорядка пусть каждый проявит инициативу пусть никто не сваливает на другого ответственность теперь каждый человек в строю не ворчать нужно работать организовывать действовать это война не гражданская война это война отечественная это война за россию немцы говорят что они воюют против советского строя это ложь им все равно какой у нас строй они пришли к нам не для того чтобы с нами спорить они пришли чтобы ограбить нас все русские должны подняться против них мы знали в жизни много трудного но никто и никогда не ругал русских за то что они русские а теперь на улицах смоленска новгорода орла стоят немецкие держи морды и коричат она поворачиваетесь живее русские свиньи города по волжья не хотят узнать позор города по волжья должны глядеть правде в глаза враг силен но сильнее наша воля и наше мужество мы за россию терпим и россию мы отстоим василий гроссман илья эренбургу конец ноября 1941 года из воронежа в куйбышев дорогой илья григорьевич пользуюсь оказией чтобы написать вам несколько слов приехал позавчера с фронта люди точно стали иными живыми инициативными смелыми дороги усеяны сотнями немецких машин брошенными пушками тучи штабных бумаг и писем носит ветром по степи всюду валяются трупы немцев это конечно еще не отступление наполеоновских войск но симптомы возможности этого отступления уже чувствуются и это чудо прекрасное чудо население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам я говорил с десятками сотнями крестьян стариков старух они готовы погибнуть сами сжечь свои дома лишь бы погибли немцы произошел огромный перелом народ словно вдруг проснулся новая тактика наших войск видимо свойственна природе русского человека настолько быстро легко хорошо она подхвачена усвоена командованием командирами бойцами масса людей возвращается теперь из окружения даже самого далекого возвращаются также многие пленные но все же конечно это еще не конец это начало конца хочу думать что это так есть много оснований так думать день за днем и неделя за неделей куйбышев привыкал своей новой столичной жизни привыкал мучительно сопротивляясь и страдая от многих неудобств и лишений но вот уже и куйбышевцы сумели рассмотреть среди этих лишений плюсы с которыми трудно было поспорить например в центре города в окрестностях больших гостиниц жигули и националь где жили иностранные журналисты и представители дипломатического корпуса иногда можно было купить по карточкам необычные продукты пирожные шоколадные конфеты и даже красную икру все это по государственным ценам вот только добираться в центр города пешком из других районов было неудобно автобусов и троллейбусов не было ходили только трамваи которые появлялись редко и были битком набиты и даже облеплены людьми висевшими не только на подножках но и между вагонами и даже на крышах нередко на улицах столичного куйбышева можно было увидеть запоряженную лошадь или даже высокого голенастого верблюда который также как и сивки-бурки послушно вез за собой деревенские сани где сидел какой-нибудь столичный житель оглядывавший из-под мохнатой лисьей или скромной заячьей шапки улице столичного города на волге но ненависть не слепота мы видим мир и сердцу вновь земли родимой красота средь горя мусора и крови с вами был михаил лепелкин